Здравствуйте! Вы находитесь на официальном канале ветеринарной клиники Биавет. Важной частью ухода за длинношерстными и жесткошерстными собаками является стрижка. Она предотвращает проблемы с кожей, проблему колтунов и просто радует взгляд хозяина и окружающих людей. Стрижка бывает гигиеническая и модельная. Гигиеническая стрижка заключается в том, чтобы избавить собаку от колтунов, укорачивание шерсти на лапах, в районе ушей, живота и гениталий. Также сюда можно отнести укорачивание шерсти в жаркую погоду, чтобы собака лучше себя чувствовала. Модельная стрижка не является необходимостью. Она делается перед выставками и желательно, чтобы ее совершали профессионалы своего дела. Для каждой породы существуют свои особенности ухода. Итак, мягкошерстные породы. К ним относятся мягкошерстный терьер, йоркширский терьер, баллонка, колли, пудель и другие. Им очень нужна стрижка, нужна не менее чем питание и регулярные выгулы. Их шерсть растет постоянно и если не заботятся о ней, она начинает путаться, забиваться в ушные проходы, на лапах. Поэтому к этим породам нужен особый подход. Жесткошерстные. К ним относятся як-терьер, такса, фокс-терьер. Этим собакам не нужна регулярная стрижка, но уход должен быть систематическим. Дальше короткошерстные. Такие как доберман, английский бульдог, мопс и другие. Этим собакам не нужна стрижка, но уход приветствуется. Возможно, услуги парикмахера потребуются во время линьки и только в качестве тримминга, то есть выщипывания лишней шерсти. Длинношерстные. К ним относятся афганская борзая, бобтейл, сенбернар, померанский шпиц. В уходе они наиболее сложные. Стрижка им нужна регулярная, ежедневные вычесывания, тщательное расчесывание и систематические походы к грумеру. Если вы завели такую собаку, то ухаживайте за ней так же, как за собой. Стрижка, как и мытье, не должно ассоциироваться у собаки с чем-то неприятным. Поэтому не проявляйте жестокость по отношению к ней. И чтобы собака хорошо себя вела во время стрижки, ее необходимо уже с детства приучать к этому. Если собака боится, то нужно как-то ее успокоить, поговорить, возможно дать лакомство. Надеемся, что эти советы помогут вам. Не забывайте ухаживать за своей собакой. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорой встречи!